Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас в Доме Знаний. Hello, dear friends! I'm glad to see you our lesson in the House of Knowledge. Сегодня тема нашего вебинара – Уильям Фостер и его день рождения, а также повторение Present Simple Tense. С темой Уильям Фостер и его день рождения вы знакомились в ходе просмотра видеоурока на сайте Дома Знаний. Сегодня мы подробнее разберем текст о нем, а также повторим простое настоящее время Present Simple Tense. Начнем мы с вами с перевода текста Уильям Фостер, с которым вы уже знакомы и должны были прочитать в видеоролике. Let's start. Уильям Фостер. Уильям Фостер – это английский мальчик. Он живет в Британии со своей семьей. Его семья не очень большая. Его отец, Джим Фостер, фермер. His mother, Mary Foster, is a teacher. Его мама, Mary Foster, учитель. They all live on the farm. Все они живут на ферме. Уильям is 12. His birthday is in summer, in August. Уильяму 12. Его день рождения летом, в августе. His friends meet in the farmhouse. They say, Happy birthday, Уильям, and sing the birthday song. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Уильям. Happy birthday to you. Его друзья встречаются на ферме. Они говорят, с днем рождения, Уильям, и поют ему песню. С днем рождения тебя. С днем рождения тебя. С днем рождения, дорогой Уильям. С днем рождения тебя. Они любят играть в футбол, теннис и пинг-понг. Летом они любят плавать в озере рядом с фермой. They like to go to the woods and play Indians. Они любят идти в лес и играть у идицев. In autumn, Уильям and his friends go to school. Their school is near the farm too. Осенью Уильям и его друзья идут в школу. Их школа также рядом с фермой. The children go to school on weekdays. Дети ходят в школу по будням. On weekdays переводится как по будням. At the weekends, Уильям helps his parents on the farm. At the weekends – на выходных. На выходных Уильям помогает своим родителям на ферме. He feeds the animal. Feed – это глагол, который переводится как кормить. Он кормит животных. Уильям – счастливый мальчик. Он любит свою семью, свою школу и своих друзей. Думаю, теперь вы полностью разобрались в смысле этого текста. А теперь обратите внимание на глаголы, выделенные красным цветом. Эти глаголы стоят в простом настоящем времени – present simple. Ребята, а когда мы используем это время? Present simple – это лучший способ рассказать собеседнику о своих привычках и предпочтениях. И о том, что мы умеем делать или делаем каждый день. Регулярные повторяющиеся действия. I often go to the park. Я часто хожу в парк. They play tennis every weekend. Каждые выходные они играют в теннис. Также, когда мы говорим об общих утверждениях. Например, he loves his family. Он любит свою семью. William has a lot of friends. У Уильяма много друзей. В расписании также мы используем present simple. The train leaves at 7 o'clock. Поезд отходит в 7 часов. Let's meet under the big tree. Давай встретимся под большим деревом. Английский глагол во временной форме present simple почти всегда совпадает со своей начальной формой без частички to. Лишь в третьем лице единственного числа к ней нужно добавить окончание «с». Давайте прочитаем пример. I play. You play. He, she, it plays. Здесь, обратите внимание, к глаголу мы добавляем окончание «с». We play. You play. They play. В отрицательных предложениях перед глаголом используется вспомогательный глагол do или does для подлежащих в третьем лице единственного числа. После него прибавляется отрицательная частичка not. Do, does вместе с частичкой not часто сокращают до don't и doesn't. Например, I don't play. You don't play. He, she, it doesn't play. We don't play. You don't play. They don't play. Обратите внимание на то, что при отрицании буква «с» на конце глагола исчезает, потому что «does» забирает ее себе. Does, he, she, it doesn't play. Без окончания «с». А теперь для закрепления материала выполним упражнение. Записывайте ваши ответы в тетрадь, а затем проверяйте. Вам необходимо выбрать верную форму глагола. My friend doesn't or don't skate very well. Мы обращаем внимание на подлежащее. My friend – это единственное или множественное число. Мой друг. Единственное и третье лицо. Он. Значит, мы используем doesn't. My friend doesn't skate very well. Далее. They don't or doesn't have sisters. They. Они. Это множественное число. Значит, doesn't здесь невозможно. They don't have sisters. Следующее. We play or plays ping-pong in the gym. Опять же, смотрим на подлежащее we. Мы. Мы не можем использовать plays, потому что plays мы используем с единственным числом в третьем лице. Значит, we play ping-pong in the gym. I don't or doesn't live in Canada. С I мы всегда используем don't. I don't live in Canada. Mary doesn't or don't swim in the morning. Mary. Единственное число. Да. Третье лицо. Да. Значит, Mary doesn't swim in the morning. My dad thinks or think very well. Отец. Единственное число. Да. Третье лицо. Да. Значит, мы глагол добавляем окончание S. My dad thinks very well. Peter and his friends don't or doesn't play together after school. Вы можете здесь ошибиться, подумав, что мы добавляем don't или doesn't к существительному Peter. Но обратите внимание, здесь Peter and his friends, то есть уже множественное число. Здесь Питер и его друзья. Значит, don't. Peter and his friends don't play together after school. Peter lives or live in Canada. Canada is a big country. Peter. Единственное число. Третье лицо. Значит, мы глагол добавляем S. Peter lives in Canada. Canada is a big country. He loves or loves winter very much. He. Опять же, единственное число. Третье лицо. Значит, мы глагол добавляем S. He loves winter very much. Давайте выполним еще одно небольшое задание, чтобы уверенно строить предложение в настоящем времени. Вам необходимо использовать слова в скобках для образования предложений в Present Simple. Обратите внимание, в какой форме должно стоять предложение. В утвердительное или отрицательное. They – это множественное число. Значит, никаких окончаний мы не добавляем. И остается they play football at the institute. She. Мы видим частичку not. Значит, нам надо сделать отрицание. Вспоминаем. Как мы образуем отрицание? Мы добавляем вспомогательный глагол do или does. Какой вспомогательный глагол мы используем с she? Конечно же, does. She doesn't write emails. My mother fish not alike. Мы видим опять же частичку not. Делаем отрицание. Mother. Единственное число. Да. Третье лицо. Да. Значит, мы используем do или does. Of course. Does. Does плюс not. Получится doesn't. My mother doesn't like fish. His brother. Здесь нам нужно сделать утверждение. Его брат работает в офисе. His brother – единственное число. И третье лицо. Значит, добавляем окончание – с в конце глагола. His brother works in an office. Молодцы. Уверена, вы прекрасно справились с этим упражнением. И вашим домашним заданием будет составить диалог, в котором вы узнаете у собеседника, сколько ему лет, откуда он родом, какое время года он любит и что он любит делать в это время года. На этом наш вебинар подходит к концу. Рада была нашей встрече. Увидимся на следующем вебинаре на платформе Дома знаний. See you next time. Goodbye. Goodbye. Продолжение следует...